Вот такая коробка, а в ней вообще куча всего здесь, даже все сразу и не увидишь, здесь есть такой буклет, который покажу вам ближе чуть позже. И тут вот такое богатство, чего тут только нет, что-то здесь даже упаковано как-то отдельно, чтобы может быть там не побилось, не помялось, но теперь давайте смотреть все это более внимательно. Всем привет, я Катя, это вторая часть распаковкой огромного бокса сайта ForFresh, в первой части все подробности и также распаковка еды, ну а в этой части мы с вами посмотрим распаковку натуральной косметики, всем приятного просмотра, ну а ссылка на первую часть будет в описании к этому видео. И на этой радужной ноте мы с вами переходим уже к косметосу, да, еда наконец-то закончилась. Первое, что я вижу, это памперсы, это просто памперсы, три штуки, подгузники, подгузники, трусики, торговая марка Offspring. Пожалуй, самая ненужная вещь для меня, это подгузники, три штуки, ок. Пожалуй, вот это самая бесполезная вещь, я, конечно, понимаю, что они делали подборку лучших, да, каких-то вещей за определенный год, за 20-й год точнее, но вложить вот такую вещь, я, блин, не знаю, ну не у всех есть дети, да, и не у всех есть маленькие дети. Просто странно, что в бокс вкладывают такие вещи, которые, ну, предназначены для какой-то определенной категории людей, ну, ок, ладно. Так, здесь есть Леврана, моя любимая, это мицеллярная вода. Почему я говорю Леврана, моя любимая, потому что это натуральная косметика, и как я выяснила, я не люблю натуральную косметику, мне не нравятся ее отдушки, точнее, отсутствие этой отдушки. Ммм, оно просто все чересчур натурально пахнет, и меня это раздражает, пахнет каким-то маслом, которое отдает какой-то рыбой. Ну, в принципе, масляные вот эти все растворы, они не особо вкусно пахнут, ну, серьезно, натуральные продукты, они невкусно пахнут. Это тоже невкусно пахнет, ну, тут еле уловимый запах, нифига это не гранат, тут типа она с гранатом, но, ммм, сейчас я раскручу. Вода непонятная, с отсутствием отдушки, ну, ладно, мицеллярка, мицеллярка это пойдет, но как у них пахнет крем для рук, без комментариев. Сам, причем, крем для рук норм, ну, как он пахнет, боже мой, кто сильно, прям зависит от запахов, я очень сильно зависима от запахов, тот меня поймет, что неудобно пользоваться продуктом, который для тебя отвратительно пахнет. Следующее, это гель для посуды, хвойный лес. Российское производство сделано в Санкт-Петербурге, тоже Леврана, к слову говоря. Ну, такая штука для мытья посуды, я думаю, пойдет здесь 100 мл. О, пахнет прикольно, пахнет классно, называется хвойный лес, действительно пахнет чем-то таким хвойным, древесным, стоит прикольный аромат, приятный. И можно, я так понимаю, мыть вообще все, что угодно, типа все натуральное, можно и фрукты, овощи мыть, посуду мыть, в общем, все, что угодно, и для детей это подходит, ну, в смысле, мыть детскую посуду. Короче, вот эта вещь огонь, мне нравится. Это все по-английски написано. Тоник успокаивающий номер 57 для всех типов кожи. С гидролатом лаванды и биофлавоноидомией. Извиняюсь, это было сложное слово. Эффективно увлажняет, успокаивает, улучшает цвет лица, когда его нужно наносить. Так, для увлажнения его можно использовать, распылить тоник на лицо и тело не смывать. И его также можно использовать для очищения, пропитать тоником ватный диск и очистить кожу деликатными круговыми движениями. Я не хочу на лицо его пшикать, потому что просто все может потечь, я этого не хочу. Давайте вот на руку просто пшикну. Пахнет лавандой. В принципе, кто любит лаванду, зайдет. Кстати, не липко. Вот мне пшикнуло на руку, высохло и не липко. Это хороший признак. Следующая вот такая штука, я пока не понимаю, что это. Так, а это омолаживающий крем для умывания, антивозрастной уход 40+. Спасибо большое, конечно. Мне еще рановато такой штукой пользоваться. Она запечатана здесь вот в слюде. И знаете, я его не буду распаковывать, потому что просто я, наверное, подарю это маме. Или, в общем, кому-нибудь из родственникам я это задарю, не буду открывать, не буду пробовать. Потому что, ну, я сама точно не буду пользоваться этой штукой. Мне просто рано ей пользоваться. Крем от холода и ветра. Дальше мы видим от нуля плюс. Это классная вещь. У меня есть в обиходе крем Морозко, который, в принципе, ну, нормально защищает кожу от мороза. Это, видимо, аналог может быть. Хотя, вроде как, у Морозки нет аналогов. Сейчас попробую, на руку нанесу. Короче, будем экспериментировать, и куда-нибудь он у меня точно уйдет. Следующее, что здесь было, это мыло. Просто мыло, биомио. Оно продается везде. Я его даже покупала. Нормальное, хорошее мыло. И в пятерочке есть, и во всех косметических магазинах оно есть. Короче, пойдет. И следующее, это просто богатство. Целые три зубные пасты. Обалдеть. Первая зубная паста, это Synergetic, красивые, здоровые люди. Зубная паста без фтора, природное отбеливание, уголь и мята. Вот так она выглядит. Откроем. Здесь она вот так выглядит. И посмотрим на вкус, на запах. Очень прикольно. Пахнет мятой. И она черная. Ну, естественно, как и... Как и любая паста на основе угля, она черная. Пахнет прикольно. Мне нравятся мятные пасты, поэтому... Ну, огонь пойдет. Чего? Следующее, это зубная паста от Леврана. Я уже боюсь, чем она пахнет. Хотя, наверное, она будет пахнуть тоже какой-нибудь мятой. Вот так она выглядит. Да, пахнет она мятой. И знаете, мята такая слабенькая, как в пасте сплат. У сплат не особо такая насыщенная душка. Здесь такая же. Ну, приятненько. Чего нет? Паста. Это Биомед. У меня, по-моему, такая была. Биомед мне нравится. Это тоже, что ли, уголь? Смотри, отбеливающие пасты. Она серая. Вот такая серая. И... Ой, как она прикольно пахнет. Она пахнет, как моя любимая жвачка, нежная мята называется. Такой вот у нее нежный мятный аромат. Кайфово пахнет. Прям я бы ее съела. Ребят, вы не поверите, наконец-то я посмотрела весь этот бокс. И я вам напомню. Этот бокс, вот все, что вы видели из этого бокса, стоил 1240 рублей. Мне кажется, он превосходит свою цену просто в несколько раз. Это круто. Это похвально. Действительно, можно для себя увидеть много интересных вещей. Если вы хотите что-то попробовать из продуктов ПП или из веганских продуктов. Если вы хотите попробовать какую-то натуральную косметику и не хотите прям вот там выкупать ее отдельно, потому что на самом деле сама по себе косметика, она, ну, не могу сказать, что прям супер-пупер бюджетная, но она, ну, не супер-пупер дорогая, конечно, такая средней ценовой категории. Но все-таки, если брать на пробу, то, конечно, вот такой вот набор, он выгоден в этом плане. Если вы любите эксперименты, если вам хочется еще такое вот взять, затестить, то прям огонь. Так что, я думаю, у них вот такие боксы похожие будут каждый год под Новый год. Так что, имейте в виду, и к Новому году можете себе такой боксик заказать. Ну и так, если вы увидите какие-то продукты отдельно в продаже, вы будете знать, брать их или не брать. Как бы, почему нет. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если да, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить дальнейшие видео. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok